Аллилуйя, Аллилуйя О, Иисус, мы славим тебя! Мы благодарим тебя, Иисус, за новое утро, за новое начало, за новый день. Спасибо, Отец, что это тот день, который ты сотворил. И ты принес в эти дни. Ты думаешь, хорошие об этих днях. О каждом, кто в этом здании. И, Отец, мы славим тебя! Небеса и земля пройдут, но твои слова никогда не пройдут. Они будут длиться в вечности. Мы славим тебя! Господь, мы славим тебя! Дай нам свой взгляд установить на то, что вечно. Так, чтобы мы могли видеть то, что важно. Чтобы мы могли видеть то, что вечно. Господь, мы славим тебя! Господь, мы славим тебя! Аллилуйя! 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 Привет! Слава Богу! Знаете, вот в этом манеже здесь много проходило разных спортивных событий. Многие годы я был сам спортсменом. И что-то хорошее случилось с людьми. Они радовались. Они кричали. И тоже много было здесь криков. Но если впоследствии спросят, кто же кричал громче всего в этом здании, это не будет какое-то на спортивном соревновании. И тогда рабочие здесь скажут, самые громкие крики, какие мы только слышали. Это когда дети Божьи были здесь. И тогда мы прославим Его. Я знаю, что мы никогда не перестанем кричать. У меня есть такая проповедь, что мы никогда не перестанем кричать. Я не буду проповедовать ее сегодня. Но она настолько важна, чтобы мы никогда не переставали кричать. Чтобы никто не сказал. Лестер Саммерл сказал следующее. В тот день, когда вы перестанете кричать, пробуждение остановится. Мы не должны останавливаться в крике. И тогда пробуждение не остановится. Аминь. Аминь. Халлелуя. Давайте закричим Аллелуя еще раз. Трес, два, три. Халлелуя. Халлелуя. Аминь. Аминь. Праздник. Спасибо. Можете все садиться. Здесь в Риге чудесно славить Господа. Аминь. Бог поднял здесь огромное служение. Чудесное. Чудесное служение поклонений и хвалы. Сегодня. Суббота. Суббота. Вчера был замечательный день. И у Бога есть замечательный день для нас сегодня так же. Может быть, этот день будет отличаться, чем предыдущий. В конференции, подобной этой, Бог делает именно то, что Он хочет делать. И Он будет служить вам различными способами. Для того, чтобы благословить вас. Потому что Он любит вас. И Он хочет дать вам снаряжение. Потому что мы приближаемся к осени, потом будет зима, весна. И Бог хочет, чтобы в вашей жизни было много плода. Бог не хочет, чтобы вы были, как норвежская яблоня. Он хочет, чтобы вы были латышскими. Или любыми, там, где растут яблоки. Когда Бог говорит к вам на конференциях, подобной этой, есть различные цели. Давайте сегодня откроем Иоанна 15 главу. Бог любит вас. Но Он также любит работать. Он любит весь мир. Он любит каждого человека, который ходит по улицам Риги. Или в том городе, из которого вы приехали. И одна из вещей, которые сказал Иисус, и которая действительно лежит в моем сердце. Он сказал, что жатва поспела. Не несколько людей спасутся. Но множество людей спасется. И Бог хочет, чтобы ваша жизнь в ней было много плода. И Бог хочет, чтобы вы спаслись, чтобы пришло много людей на небо. И это то, о чем Он говорит в Иоанна 15 главе. И в очень известном стихе 16 Он говорит. Не вы меня избрали, а Я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца, во имя Мое Он дал вам. Иисус сказал ученикам, Я поставил вас, чтобы вы приносили плод. Плодовитость — это часть того, чтобы быть христианином. Бог создал вас плодовитыми. Бог хочет, чтобы множество хороших вещей произошло в этом мире из-за вас. Если у вас есть поле, вы можете проехать по этому полю на велосипеде. И тогда останется узкая дорожка после велосипеда. Или можете проехать это поле на машине. И тогда огромные следы останутся после машины. И намного яснее видно, что кто-то проехал через поле. Но если трактор проедет через поле, то это будут еще большие следы. Но если проедет большой бульдозер на гусеницах, он останет огромнейшие следы. Бог хочет, чтобы ваша жизнь оставила большой след в мире. Скажи своему соседу, я хочу быть бульдозером. Но когда мы говорим о том, чтобы приносить плод, тогда приходит, мы используем выражение, которое берет свое начало в фермерстве. Знаете, я фермер. У моего отца была ферма. Поэтому я знаю, что такое фермерство. И когда Иисус говорит о времени урожая, я точно знаю, что это означает. Когда Он говорит о семени, которая вырастает, расцветает и потом приносит плод, я знаю, о чем Он говорит. Это была часть моей жизни. И когда Иисус сказал, что мы принесем много плода, фермер знает, о чем Иисус говорил. Потому что на полях может быть мало плода и может быть много плода. И у фермеров обычно не одно поле, а несколько. И та ферма, с которой я приехал в Норвегии, у нас есть много полей, которые мы засеваем тем, чем мы потом кормим наш скот. Но мы также выращиваем картофель. Выращиваем клубнику. И также много других вещей. У нас различные поля. И когда мы говорим о христианской жизни, и когда мы говорим о том, чтобы приносить плод, я думаю, что первое, о чем мы думаем, это служение. Чтобы быть проповедником, вести домашнюю группу, ездить на миссионерские поля, и это значит, приносить плод. Но Бог вложил в мое сердце, чтобы я поделился с вами этим утром. Я буду называть поля вашей жизни. Я верю, что Бог хочет, чтобы вы открыли свои глаза, чтобы вы увидели, что у вас есть множество полей. У вас не только одно поле. Я администратор, я миссионер. У вас множество полей. Зерно, пшеница, картофель, помидоры. И Бог хочет, чтобы все эти поля росли. И когда вы придете на небо, Он хочет, чтобы на небесах у вас был урожай со всех полей. Давайте откроем 1 Коринфянам 3 глава. Здесь есть решающая вещь касательно нашей жизни. И о том, чтобы служить Богу. Множество плода, которые мы приносим, мы так и не узнаем об этом плоде. До тех пор, пока мы не придем на небо. Когда мы судим в этом мире, мы видим так мало. Я знаю Алексея, и он знает меня. Но плод наших жизней мы принесем. Это очень сложно знать, какой мы его принесем. До тех пор, пока мы не будем стоять пред Богом. И Иисус сказал следующее. Возможно, последние станут первыми, и первые станут последними. Потому что, когда мы смотрим на земное, мы видим так мало. Это то, о чем говорит Павел. В 3 главе. И он говорит в 12 и 13 стихах. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет. Скажите, день. Пол говорит, Павел говорит, что день покажет. Какой день? Тот день, в который ты будешь стоять пред Богом. И он будет смотреть на все поля твоей жизни. И он будет смотреть на плод. И он скажет тебе, строил ты из золота, серебра, соломы или сена. И в 4 главе. И в 5 стихе Павел говорит. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Поэтому Библия говорит, когда мы придем пред троном Божьим, тогда настоящая правда о наших жизнях будет показана. И это говорит мне, так важно, чтобы я не жил ради того, что видимо среди людей. Но чтобы я жил ради того, что важно для Бога. Потому что если я живу тем, что видимо среди людей, и все люди говорят, хорошо, Мацулла, тогда это ничто. Потому что истина о моей жизни будет показана тогда, когда я буду стоять напротив Иисуса. И день покажет как же я жил по-настоящему. Поэтому у нас есть разные поля. И некоторые поля более явны, чем другие. Но я хочу сказать в это утро. И я хочу показать вам некоторые поля в вашей жизни, которые, может быть, не так явны пред людьми, но они очень важны для Бога. Поля, на которых вы можете иметь множество плода. Огромные поля. Потому что Бог хочет, чтобы ваша жизнь принесла много плода. Но эти плоды, может быть, не так видны для людей, которые окружают вас. Давайте откроем притчу 24-ю главу. Я хочу говорить о вашем доме. О служении. Это не только ходить в церковь. Служение – это также ваш дом. В притчах 24-й главе Соломон говорит следующее в 3-м и 4-м стихах. Мудростью устрояется дом. И разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Давайте вместе посмотрим на эти стихи. Библия говорит, что дом устрояется. Строить – это что-то активное. Дом – это не то, чем ты владеешь. Дом – это то, что ты строишь. И у каждого из нас есть дом. Если у нас есть семья, или если мы женаты, или у нас есть дети, или детей нет еще, или мы живем вообще один. У нас есть дом. И этот дом может быть плодом для Бога. Библия говорит, что наш дом строится. И я встречал людей в своей жизни, которые очень заботятся о своей церкви. Которые очень заботятся о своем служении. Но они не уделяют много внимания своему дому. Знаете почему? Потому что они думают, мой дом – это маленькое поле. Это не так важно. Это только я. Ольга. Володя. А снаружи весь мир. Я хочу служить Богу. И я не могу уделять так много внимания этому маленькому полю, дому моему. О, как сильно мы можем заблуждаться. И я хочу забить, как гвоздь, вашу жизнь. Что ваш дом – это большое поле. И величайшее количество плодов может прийти из этого поля. Я хочу рассказать вам об одном из героев Библии. Это женщина. Ее имя Луис. Луис. Вы слышали о ней? Она одна из героинь Библии. О ней записано во 2 Тимофе. В первой главе. Не так много мы о ней знаем. Библия не говорит о каких-то встречах, которые она получила. Библия не говорит о служении, которое она имела. Но она представляет собой многих людей, которые здесь сегодня утром. Когда Павел пишет Тимофею, Тимофей был одним из первых лидеров христианской церкви. Он был ближайшим соработником Павла. Он стал епископом в Ефесе. И он был одним из сильнейших лидеров в истории церкви. И два письма в Библии написаны ему. Мы можем читать много о его жизни в книге Деяний. Но здесь мы читаем о его доме. И Павел говорит 2 Тимофея Первая глава. И он говорит, Хочу видеть вас. И потом в письме 5. Когда я приглашаю на память нелицемерную веру Твою, в 5 стих, которая прежде обитала в Бабке Твоей Лаиде. И матери Твоей Евники. Уверен, что она и в Тебе. Единственное, что мы знаем о Лаиде, это то, что у нее была дочь. Которую звали Евника. И у нее был внук, которого звали Тимофей. Но Лаида была верующей. Она верила в Иисуса. И Библия говорит, что у нее была вера. И в своем доме ее дочь Евника стала христианкой. И она стала матерью. Она имела ту же самую веру, что ее мать. И Евника у нее был сын. Тимофей. И у него была точно та же самая вера, которая была и в матери, и в бабке. Это все, что мы знаем о Лаиде. Она никогда не насадила церковь. Но ее жизнь приносит плод даже сейчас. Я прочитаю из второго послания Тимофея, что не было бы послания Тимофею, оно фактически Лаиде. Если бы Лаиде не сказала своей дочери об Иисусе. Ваш дом это не маленькое поле. Это большое поле. Лаида на небесах. А ее плод, ее жизнь приносит плод по всему лицу земли даже сейчас. Потому что у нее был христианский дом. Амин. Я скажу вам еще одну историю из моей страны. Не из России, но из Норвегии, где я родился. В Норвегии 200 лет назад не было живых христиан в Норвегии. Но пробуждение началось. Бог возле поднял человека. Одного человека. И он вспахивал свое поле. Когда вдруг Дух Святой сошел на него. И он начал плакать о своем грехе сокрушаться. И он покаялся. И он был настолько наполнен Духом Святой, что он немедленно начал проповедовать. И он начал ходить везде, повсюду в Норвегии. Он собирал многих людей и проповедовал им об Иисусе. И пробуждение началось. Которое изменило будущее Норвегии. Вся нация поднялась духовно. Она была вначале самой беднейшей страной в мире. Христиане стали брать ответственность. И теперь Норвегия становится одной из самых богатейших стран в мире. Из-за пробуждения, которое подняло эту землю. Но этот проповедник он пошел в небольшую долину в Норвегии. Маленькое место, которое называется Упта. И он был фермером там. Там он встретил ферму, нашел ферму. И он вошел в этот дом и проповедовал Евангелие. И имя человека, фермера, который жил на этой ферме, было Ула. И этот Ула, он спасся, когда проповедник пришел в его дом. И его дом стал христианским домом. И стало известно в деревне, что дом Улы стал христианским домом. Слово Божье стало центром в этом доме. Детям рассказывали об Иисусе. И этот фермер Ула, он никогда не ездил на миссионерские поля. Он никогда не начинал церковь. Он просто работал в ферме. И у него был христианский дом. Но, скажите но, скажите но, но в результате того, что он спасся, 200 лет спустя, 8 поколений спустя, я стою здесь. Аллилуйя. 8 поколений. Мои родители верующие. Все мои братья и сестры верующие. И, насколько я знаю, все мои двоюродные братья и сестры верующие. И, может быть, ты скажешь, этот фермер Ула, он никогда не был миссионером. Он никогда не начинал церковь. Его жизнь приносила маленький плод. Тогда ты зашибаешься, мой друг. Его жизнь она до сих пор приносит плод. Потому что у него был христианский дом. Потому что он говорил своим детям об Иисусе. И все, что у него есть на небесах. И Ула сейчас на небесах. А я здесь. Я пастор в Москве. И я веду церковь там. И путешествую по всему бывшему Советскому Союзу и проповедую. И я знаю, что где-то на небесах Ула сидит и он смеется. И он говорит, халлелюя! За то, что Бог делает. Через поля, которые он дал мне. Амин! 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 Халлелюя! Халлелюя! Ваш дом Это огромное поле. Но вы не увидите плода этого поля. Пока вы живы. Только когда день придет. Когда вы будете стоять перед Иисусом. Тогда вы увидите Что произошло через вашу семью и через ваш дом. И тогда множество Множество женщин Которые никогда не были известны на земле. Которые никогда не выходили на сцену. Которые никогда не были впереди. Они встанут перед Иисусом. И Иисус скажет Посмотрите на поля. Они скажут Вау! И Иисус скажет Велика награда твоя. Почему? Потому что мы Потому что мы не видим и не понимаем Плод нашей жизни. Но Бог видит. И Он Всякое семя, которое было в семнате Он принесет во свет. Я никогда не слышал Чтобы моя мама проповедовала. Я никогда не видел Чтобы моя мама вела молитвенное служение. Она очень тихая женщина. Но Скажите но Когда я был ребенком День за днем Неделя за неделей Год за годом Она собирала своих четырех детей И она читала нам из детской Библии И она говорила нам об Иисусе И может быть ты скажешь Это очень маленькое поле Ты не прав Это большое поле Это чудесное поле Я здесь У меня есть друг, который был и в Африке, и в Америке Брат, брат Он проповедует в Северной Америке, в Южной Америке И моя мать Она имеет огромную часть в этом Ее жизнь Приносит много плода Она неизвестна Но вам не нужно быть известным Для того, чтобы принести много плода Просто у вас есть поля, которые И вы продолжаете Садить, рассаживать Работать на этом поле Потому что Бог знает Тот плод, который произойдет от этого поля Я все еще помню Как мой отец Мой отец тоже проповедник Но он не только проповедовал в церкви Иногда Он брал меня И он говорил Пойдем на прогулку Я все еще помню Как он ходил со мной И он сказал Сегодня я научу тебя о семени О грехе Он говорит Существуют разные виды греха Иногда мы просто падаем И мы не хотим этого Но есть что-то Что хуже Это когда мы отказываемся от Иисуса Когда мы стыдимся Его И он сказал мне Мацола Никогда не отказывайся от Иисуса Когда ты в школе Когда ты играешь в футбол Стой смело И говори Я христианин Отец говорил мне такое Амин И может быть ты скажешь Это очень маленькое поле Только один человек слушает Нет, это не маленькое поле Это большое поле Амин О, у вас есть чудесные поля Вашей жизни Я хочу спросить вас Какое видение у вас есть Для вашей семьи Я помню однажды я разговаривал с Карлом Густавом Вы слышали когда-нибудь о Карлом Густаве? Если вы поедете в Россию И спросите Вы слышали о Ленине? Да, немножко слышу Чуть-чуть Но если это вы спросите Вы слышали о Карлом Густаве? Конечно Я помню, как я разговаривал с ним Мы разговаривали об этом И Карл Густав проповедует по всему миру И он собирает множество людей Но я сказал ему Самое большое поле, которое у тебя есть Это не может быть служением Это может быть служением Но это также может быть и твоей семьей И у него много детей у Карла Густава И все они прекрасные мужи И женщины Божьи И теперь они начинают проповедовать И когда Иисус пойдет к Иисусу Они продолжат его дело И его дети Их дети Внуки продолжат проповедовать И правнуки продолжат проповедовать И когда Карл Густав станет пред Богом У него будет огромная жатва со всего служения Но у него будет также огромная жатва Через то, что Бог сделал в его семье Есть одна разница Требуется большее время для того, чтобы увидеть плод, который в твоей семье Скажите, я понимаю Но поле настолько же важно Аминь? Аминь? Поэтому что вы имеете в своем доме? Вы отдаете все ему или чему-то другому? Отдаете вы всю энергию дому или чему-то другому? Я хочу, чтобы мы открыли Иисуса Навин 23 главу Иисус Навин что-то говорит Он говорит людям последнего времени 14 стих Он говорит Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить? Богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою Или богам о Марии, в земле которых живете А я и дом мой Будем служить Господу Он старый человек Он скоро пойдет на небеса Но он говорит о будущем Что я и мой дом Мы будем служить Господу Я оставлю наследство В моих детях В моих внуках В моей семье В моем доме И мы продолжим служить Господу И пусть будет известно повсюду Что моя вера Остается в моих детях Она останется в моих внуках Она будет в моей семье Вера, которая была в Тимофее Она пришла от Евники И от Лаиды Это то, что хотел Иисус Навин в своей жизни Какое наследство вы хотите оставить Что вы хотите оставить на земле Свою семью Требуется работа, чтобы собрать урожай Вам нужно сеять Вам нужно ценить это Вам нужно насаждать и сеять Но когда вы делаете это Бог благословит ваш урожай Чудесные вещи вырастут Мой пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-отец спасся Еще один пра-пра-пра Он спасся И я спасен Все мои братья и сестры спасены Это восемь поколений Если Иисус не пришел Не придет Тогда у вас тоже может быть восемь поколений Христианы Вы можете верить Богу в это Вы можете иметь целое колено на небесах. Ваш дом это огромное поле. Я хочу вам показать еще одно поле. Если вы откроете Матфея 6 главу, это тоже поле, которое не так явно. У нас нет времени много говорить о нем, но я хочу просто показать его вам. Это ваша молитвенная жизнь. В Матфея 6 главе Иисус учит о молитве. И Он говорит в 6 стихе. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который втайне. И отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Поэтому молитва – это не то, что видят люди. Ты не знаешь, сколько много молится твой сосед, но Бог знает. Иисус сказал, закрой свою дверь. Это между тобой и Богом. Но тот, кто видит тайное, Он воздаст тебе явно. Везде, где есть пробуждение, везде, где есть сильная конференция, можете быть уверены, что есть люди молящиеся. Всякие, кто здесь сейчас присутствует, вы видите проповедников, проповедников из Африки, из Америки, других. И вы видите, что Бог делает. И вы говорите, слава Богу. И вы благодарны за тех братьев, которые здесь. Но я скажу вам что-то. Множество людей, которые молились за эту конференцию. Вы бы никогда не услышите о них никогда. Но Бог знает их. И они они имеют огромную часть в том, что происходит здесь. И когда они станут перед Богом, не только проповедники получат награду, но те, кто молятся, Бог тоже вам говорит, хорошо сделано. Эта конференция в Риге настолько много значит. И вы молились за нее. И это ваша награда. Это один из путей, как ваша жизнь может приносить плод. Ваша молитвенная жизнь — это огромное поле. Это не маленькое поле. Оно может быть не настолько явно, видимо, для других. Есть люди, они может быть не так много делают для Царства Божьего, но они молятся. В той церкви, с которой я приехал в Норвегию, есть пожилая женщина. Она очень старая. И она не такая сильная. И она пришла ко мне, когда я начал проповедовать. И она сказала, когда я была молодой, Бог призвал меня проповедовать. Но я так и не пошла. И всю свою жизнь я сожалела об этом. Но теперь Бог заново призывает меня молиться за тебя. И она сказала, буду молиться за тебя. Куда бы ты ни прошел, где бы ты ни был, буду молиться за тебя. Может быть, она молится за меня прямо сейчас. И вы не знаете, кто она. Никто не знает, кто она. Может быть, вы скажете, у нее маленькое поле. У нее огромное поле. Ее жизнь приносит плод в России, в Москве, в других местах. Бог не видит так, как мы видим. Бог смотрит на людей. Когда вы заходите в свою молитвенную комнату и закрываете за собой дверь, и склоняетесь на коленях, и вы молитесь за Рику. Вы молитесь за свою патру. Молитесь за здание. Молитесь за правительство. Никто этого не видит. Но скажите «но». Ваша жизнь приносит плод. Много плода. Потому что Иисус также сказал в главе 7, в стихе 7. Просите, и да, она будет вам. В 8 стихе всякий просящий получает. Бог ответит на эти молитвы, за которые мы молились. Это одно из полей в нашей жизни. Никогда не пренебрегайте своей молитвенной жизнью. Знаете, я работаю в Москве. И Бог проговорил ко мне. И Он сказал мне следующее. Тебе нужно иметь смиренное отношение. Когда ты видишь, что множество людей спасается. Потому что ты должен понять, это не из-за тебя. Потому что то, что происходит, это не из-за тебя. Но это все это не только из-за тех людей, которые в церкви. Но существует много христиан, которые сейчас на небесах. и которые молились за Россию. Они молились в концлагерях Сталина. Они молились о пробуждении. Они молились о свободе. Они молились о свободе для Евангелия. Кто-то из них умер, когда их в концлагерях. они умерли в поездах, которые ехали туда. Они умерли в этих концлагерях. Они так и никогда и не увидели то, за что они молились. Они пошли на небо. Но их жизнь продолжает приносить плод даже сейчас. Потому что тот, кто просит, Он получит. может быть многие из тех молитв, которыми вы молитесь. Может быть вы и не увидите ответ. Но Бог ответит. Скажи своему соседу. Он ответит. И таким образом ваша жизнь приносит плод. Я знаю одного молодого человека. He saw a band once. A pop band. Rock band. He saw it. Он пел. No, he saw. He saw a rock band. He saw. See. He saw. Он посеял. Видел. Он видел группу одну. Скажите, hallelujah! Он видел группу роков. И он видел, как молодая девушка пела. И Бог положил ее в сердце. Молись за нее. И когда он пришел домой, он начал молиться за эту девушку, для того, чтобы она была спасена. Молился, молился и молился. Молился и молился. И молился. И он думал, что он никогда ее больше не увидит. Знаете что? Я так благодарен за этого человека, что он постоянно продолжал молиться за эту девушку. Потому что я теперь женат на ней. Халлилуйя! 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 И если он ее никогда бы не встретил, все равно никакой разницы в этом нет. Когда он пришел, придет на небо, Бог вознаградит его за то, что он молился за нее. И я буду рядом бегать и говорить, спасибо, спасибо, спасибо. Знаете что? Молитвенная жизнь это замечательное поле. Я хочу вам показать еще одну вещь. В Луке во второй главе. Быстро открывайте. О, праздник Богу! В Луке вторая глава. Здесь говорится об Анне. Скажите, Анна. Дочь. В 36-м стихе тут сказано, тут же была Анна, пророчица, дочь Фануилова. от колена Осирова. Достигшая глубокой старости, прожив с мужем, а девства своего 7 лет. Вдова лет 84-х, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Это то, что делала Анна. Она молилась. Она не могла стать миссионером, но она молилась Богу день и ночь. И, может быть, вы скажете, ой, я знаю, что у меня много, много больше жизни, чем у Анны. Потому что я проповедовал больше, чем в двух церквях. И я проповедовал больше, чем в одной стране. А Анна была только во храме. Но я скажу тебе, жизнь Анны была плодовитой жизнью. Она молилась. Бог, пошли спасение Израиля. Бог, пусть пророчество будет исполнено. Пусть Мессия придет. Бог, я молюсь за этот мир. И если бы вы увидели Анну сегодня, я уверен, что вы бы увидели, что у нее огромная награда. Потому что ее молитвенная жизнь это было огромное поле, в котором было огромный урожай. Может быть, никто не знает об этом, но Бог знает об этом. И день покажет это. Аминь. Покажу вам еще третье поле. Это ваши деньги. Скажи, деньги. You know, your money. Go to Luke 16. Давайте откроем Луки 16 глава. Hallelujah. You know, your money, they can go everywhere. Знаете, ваши деньги могут пойти везде. They can do such a lot of things. Они могут сделать много вещей. And it's a big tragedy. Большая трагедия. Когда люди с этим ходят всю свою жизнь. И они могли бы иметь огромный урожай. Но они не думают об этом. Они не сделают то, что они могли бы. Они думают так. Если заслужение начнется в 6, значит, пожертвование будет собирать в 6.45. И если я приду в 7.05, тогда я пропущу пожертвование. Я там сохраню свои деньги. Скажи своему соседу. Не будь таким. В Луке 16 главе Иисус говорит о наших деньгах. И в 9 стихе Он говорит. И говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Что здесь Иисус буквально говорит? Он говорит, отдай свои деньги на Евангелие. И тогда ты их, может быть, не увидишь. Но Бог вознаградит тебя. Ты не будешь знать, что с ними происходит с деньгами. Отдавай деньги в миссионерские поля. Ты их опять не увидишь. Но когда ты придешь на небо, там будут люди. И они скажут, Твое имя Алексей? Ты давал деньги этому человеку? Ты скажешь, да, давал. И они скажут, Я спасся, когда ты пришел в мою страну. Иисус сказал, что они будут ждать тебя на небесах. Чтобы поблагодарить тебя, что ты отдал свои деньги. Я и моя жена, мы приняли решение. Мы не хотим закапывать наши деньги. Мы хотим, чтобы наши деньги принесли плод. Мы хотим давать в миссионерские поля. Мы хотим давать в Израиль. Мы хотим давать их в наши церкви. Мы хотим давать на всякое доброе дело. Если я вижу, что где-то Бог что-то делает, я хочу давать. Почему? Потому что я хочу иметь огромный урожай. Я не хочу норвежские яблоки. Я хочу огромный урожай в моей жизни. Амин. И мы даем деньги на миссионерские поля. И я не знаю, что происходит с этими деньгами. Просто даю их. Я просто концентрируюсь на том, что Бог сделал, сказал мне, что я делаю. Но я отдаю деньги каждый месяц в миссии. И когда я приду на небо, люди будут ждать меня. Они будут ждать меня. Потому что Иисус сказал, что они будут ждать меня. И я увидел, что там будут китайцы. Никогда я не ездил в Китай. Но мои деньги поехали в Китай. И люди будут из Колумбии. Никогда не ездил в Колумбию. Но когда люди будут из Колумбии, мои деньги могут пойти в Колумбию. Когда я приду на небо, там будут люди, которые будут говорить, спасибо. Спасибо, что ты давал. Знаете что-то, друзья? Ваши деньги это не маленькое поле. Это огромное поле. И вы можете иметь огромнейший урожай. Когда Алексей сказал вам, что он будет строить здание. Знаете, как я отреагировал? Я немедленно почувствовал. Я дам на это дело. С самого начала. Есть люди, которые приходят в день посвящения. И они говорят, о, чудесный день. Но я хочу быть с самого начала. Амин. Потому что Библия говорит, что Бол сказал, Павел сказал, что тот фермер, который работал с самого начала, он будет тот первый, кто получит урожай. Если вы поедете в Упсалу, там есть огромная церковь. Там больше 7 тысяч человек. И я так счастлив, что я могу давать туда. Я могу давать там. Это привилегия. И мои деньги, они пошли в тот дом. И люди благословены там. Я могу помочь им. Потому что мои деньги приносят плод. Вы когда-нибудь думали, вы думали о том, что кто-то оплачивал билеты Павлу. Они собирали пожертвование для Павла. И были люди, которые давали свои деньги. И когда Павел ездил, проповедовал Евангелие в Македонии. И Евангелие распространилось по Европе. Сейчас люди есть на небесах, которые оплачивали проезд Павлу. И они имеют огромный плод в своей жизни. Мой отец, он был известным спортсменом. Он вырос в христианском доме. Но он не хотел принимать Иисуса. Но христиане в городе, они сняли тот дом, где обычно были вечеринки со спиртным, и они проводили там служение. И мой отец пришел туда. И там спасся. Знаете, кто-то оплатил аренду этого здания. И я найду этого человека на небесах. И я скажу спасибо. Ты оплатил это здание. И мой отец там спасся. Аминь. Ваши деньги могут принести много плода. Вкладывайте их в землю. Будьте даятелем. Давайте в вере. Ожидайте огромный урожай. Но также имейте радость просто от даяния. Говорите, что я могу сделать что-то с деньгами, которые Бог дал мне. Я могу иметь огромный урожай от этих денег. Аминь. Можно клавишник? Много вещей можно говорить об этом. Я хочу последнюю вещь сказать. Одно, еще одно поле вашей жизни. Это то, чтобы быть частью церкви. Чтобы быть верной частью той церкви, в которой Бог работает. Бог хочет, чтобы все мы взяли ответственность и сказали, вот я. Ты можешь рассчитывать на меня. Я буду здесь. Постоянно. Ты можешь рассчитывать на меня. Потому что он может строить только на верных людях. Знаете, есть люди, которые приходят и уходят, но можно строить только на верных людях. И Библия говорит, что Бог ищет верных. И есть множество верных людей здесь. Все, что происходит в церкви, будете ли вы, вы будете иметь в этом часть, если вы будете верным человеком. В нашей церкви в Москве мы высылаем миссионеров. Мы помогаем евреям приехать в Израиль. У нас есть библейская школа. У нас есть молодежная работа. А мы помогаем бедным людям в городе. Мы делаем множество вещей. И каждый верный человек он имеет часть во всем этом. Всякий человек не может поехать на миссионерские поля. Но если я в теле вместе с другими людьми, я могу делать эти все вещи вместе с ними. Давайте откроем Матфея 10 главу. И закончим на этом. Так приятно знать Иисуса. Так замечательно служить Ему. Бог хочет, чтобы у вас были огромные поля плодовитые. И Он хочет, чтобы у вас был плод во всякой сфере. Бог хочет, чтобы ваше дерево было полно больших красных яблок. И дьявол хочет сказать, что ты не можешь принести много плода. Дьявол лжец. Он лжец от начала. Вы можете принести много плода. Скажи, я могу принести много плода. Скажи, я могу принести огромный плод. Множество людей они не будут известными. Но день покажет, что мы делали на земле. И каждый получит свою награду. И в Матфея 10 главе Иисус говорит об этом. В 40 стихе Он говорит, Кто принимает вас, принимает Меня. А кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророково, в имя пророково, он будет получать пророково. Кто принимает пророково, имя пророка, получит награду пророка. И Иисус говорит о дне. Когда награда будет явлена. И Он говорит, будет. Это не будет так, как соревнования на земле. Только один чемпион будет, и он будет стоять на вершине. И не будет таким образом. Иисус сказал, кто принимает пророково, имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды, во имя ученика. Истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Знаете что? Кто-то поставил стакан этой воды сюда, так, чтобы я мог пить. Кто это был? Кто этот человек был? Кто поставил этот стакан? Вон там. Поприветствуйте этого человека от меня. Это были вы? Подойдите сюда. Как вас зовут? Роланд. Роланд. Аминь. Знаете, Иисус сказал, стакан холодной воды, и многие говорят, что он хотел, и он добавил, и он добавил, что означает, что это, он хотел сказать, что это очень важно, он сказал, истинно, он не потеряет, награды своей. Вы видели только меня и переводчика здесь. Но когда придет день, он тоже будет там. И вы будете там. И вы будете там. Потому что вы давали пожертвование, вы молились. И всякий получит награду в соответствии с верностью. Бог, благой Бог. И Бог видит все, что вы делаете. И Он наградит вас. Величество. Бог благословит тебя. Аминь. Аминь. Бог благословит тебя. Благословит тебя. Аминь. Он герой. Он герой. Он герой. И мы все придем пред Богом. И у нас будет не только одно поле. Может быть, вы были в другом служении. Были администратором. Или вы были миссионером. Но у вас было множество полей в вашей жизни. Бог смотрит на ваш дом. Это может быть огромным урожаем. Он смотрит на молитвенную жизнь. И там может быть огромный урожай. Он может смотреть на деньги. Он может смотреть на вашу верность в церкви. И поле за полем может приносить много плода. Бог скажет, Ты по-настоящему будешь иметь свою награду. И многие те, кто были последними, станут первыми. Халлелуя. Чудесно служить Иисусу. Мы не можем тратить наши жизни. Я хочу, чтобы все поля моей жизни принесли. Я хочу жить с глазами открытыми. И открытыми ушами. Я хочу взять всякую возможность, которую я имею. Я хочу сеять, поливать и наслаждать. Во всякой сфере. Потому что мы живем для Него. Потому что мы живем для Него. Иисус замечательный. Халлелуя. Скоро мы закончим это служение. Но есть что-то, что Дух Святой сказал мне сделать. И, во-первых, я хочу, чтобы каждый из вас, кто мать, и вы дома, вы нянчите своих детей дома. Я хочу, чтобы вы встали. Халлелуя. И я хочу, чтобы мы им поаплодировали самые сильные аплодисменты этого дня. Бог благословит вас. 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 Оставайтесь стоять. Не позвольте, чтобы кто-либо сказал вам, что у вас маленькое поле. У вас огромное поле. Бог доверивал вам что-то замечательное. И Он даст вам мудрость и силу, чтобы обрабатывать эту землю. И мы будем верить вместе с вами, что придет великий урожай. Если все, кто сидит, давайте прострем руки к ним. Я хочу, чтобы мы благословили их. Отец во имя Иисуса. Спасибо за каждую мать, которая стоит, которая дома с детьми. Отец во имя Иисуса, мы благословляем их. Отец, пусть они увидят величественность того поля, в котором они работают. Пусть они увидят потенциал, Отец. Пусть они имеют радость на небе. Работая, Отец. Когда заботятся. И Отец, мы молимся, чтобы с этого утра с более сильным образом они были бы способны переносить Царство Божье для своих детей. И учить детей об Иисусе. И учить детей принципам Царства Божьего. Чтобы помазание Божье было в их домах. Было на их детях. У некоторых из них не спасенные мужья. Но ты будешь этим. Ты будь отцом. И величественный урожай. И велика награда. Аллилуйя. Аминь. Бог благословит вас. Бог благословит вас. Бог благословит вас. Слава Господу. Здесь есть много людей. И у вас есть в семье кто-то. Кто не спасен. И Бог сказал мне, что мы должны вместе помолиться молитвой веры. За тех, кто близок вам. Но никто не спасен. Сколько человек в вашей семье в ближайшие? А кто из вас имеет людей, которые не спасены? Почти все. Возьмитесь за руки с соседом. И давайте верить Богу. Давайте верить прямо сейчас. Не просто молитесь не потому, что я сказал. Но давайте верить Богу, что... Давайте все встанем. Давайте все встанем. Увидьте их перед собой. Закройте глаза. И начинайте говорить. Что они не пойдут в ад. Что они не пойдут в ад. Что они пойдут на небо. Что они будут с вами на небесах. Это ваше наследие. Вы и ваш дом будете спасены. Вы и ваш дом будете спасены. И во имя Иисуса. Отец, мы называем имена этих людей. И Отец, мы молимся за них. И мы требуем. И мы требуем, чтобы они были спасены. Во имя Иисуса. Дьявол. Мы разрушаем твое влияние. Мы разрушаем дух слепоты. Мы сокрушаем дух слепоты. Все эти люди. В имя Иисуса. Ваше имя Иисуса. Оставь их. Оставь их. Оставь их. Ваше имя Иисуса. Субтитры делал DimaTorzok Мы молимся, чтобы Дух Святой Сошел на них И сказал им о суде о праведности И пусть радость Господня будет видна в нашей жизни Чтобы они были привлечены к Господу И, Father, мы молимся Чтобы в течение этого двухтысячного года Множество из этих людей было спасено Огромная жатва Огромная жатва в этом году Во имя Иисуса Во имя Иисуса Спасибо Господь Халлелуя Мы славим Тебя Иисусу О, мы славим Тебя Иисусу Халлелуя Халлелуя Слава Господу Халлелуя Одна вещь осталась Что я хочу сделать Сядьте Всякий, кто является членом В Церкви Новое Поколение в Риге Я хочу, чтобы вы встали Все, кто является членом Церкви Новое Поколение в Риге Халлелуя 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 Когда я молился этим утром Дух Святой проговорил ко мне Скажи им Скажи им спасибо За то, что вы делаете Много людей приходят И они получают благословение И они меняются Много людей приходят в это место И Бог снаряжает их Они уходят отсюда с новым помазанием Новой силой Новыми видениями в жизни И все из вас Все имеют часть в этом Все из вас имеют часть в этом Потому что вы все делаете это вместе Всякий и вас Кто верен здесь Когда вы станете перед Богом Он наградит вас За вашу верность В этой церкви Бог будет использовать эту церковь Больше и больше Это будет центром пробуждения И будут служения по всему миру Которых мы может быть не знаем Но вы Ваша часть Не маленькая У вас огромная часть Всякий Кто подаст стакан воды Ради во имя ученика Иисуса Говорю вам Истина Не потеряет награды своей Он получит Тот кто принимает пророка Или пастора Из-за того, что это пророк Или пастор Он получит награду пророка Амин Ваша награда Велика Оставайтесь верными Будьте частью церкви Работайте Продолжайте работать И строить ее И вы почувствуете Такую радость От того Что вы можете быть здесь Халлалюя Пусть Бог благословит вас Велика награда Каждого из вас Отец, я благодарю тебя За этих людей Благодарю тебя За эту церковь Отец, я молюсь Чтобы от пастора До каждого члена церкви Чтобы каждый почувствовал В своем сердце Радость От плода, которые Эта церковь приносит Чтобы они видели и понимали Что каждый человек важен Что каждый получит награду Если он верен И день покажет Что все, что вы делали в церкви И через церковь Все, что Бог делает В церкви И что они имеют часть в этом И они могут радоваться в этом И награда будет явлена И награда при раздаянии Будет дана каждому Во имя Иисуса Отец, благословляем Я благословляю их Во имя Иисуса Аллилуйя Аллилуйя Амин Аллилуйя 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 Если вы стоите Скажите своему соседу Я так счастлива Что я могу быть членом Церкви новое поколение в Риге Аллилуйя Слава Господу Аллилуйя Господь чудесный Аллилуйя Давайте все встанем Аллилуйя Господь чудесный Господь чудесный Давайте просто вместе будем исповедовать Давайте поднимем руки и скажем Я благодарю Тебя Бог За всякое поле Которое Ты дал мне Пусть всякое поле Принесет много плода К Твоей славе Аллилуйя 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 Воздайте Господу большую славу Аллилуйя 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 Садитесь Примите это Как от Господа Два раза в год Мы должны с вами встречаться Это защитит вас от духовной дистрофии Сто процентов Это защитит вас от процесса Который называется Орелигиозивание Пробуждение Огромное спасибо Пастор Мацула За такой щедрый Шикарно накрытый стол Конференция мне напоминает Техническое обслуживание Нашего внутреннего человека И внешнего Когда ты подъезжаешь Тебя поднимают на подъемник Заглядывают туда Куда никто не заглядывает Проверяют Что у тебя с глушителем Обрезанный Он не обрезанный Проверяют Какой у тебя коленчатый вал Какие там у тебя эти Шаровые Дуги И т.д. и т.п. Вы представляете Как круто Ехать и знать Что автомобиль обслуженный Выходить Перед людьми И знать Что Дух Святой Обслужил Твоего внутреннего человека Подкрутил все Что там раскручено было И чуть-чуть Отпустил гайки Где перекручено было Это же круто Когда Бог Нас проверяет До мозга костей И приводит нас В правильную Духовную кондицию Чтобы и Дух И Душа И Тело Они были освящены В полноте Для плодотворного Служения Нашему Господу Вот почему Каждый служитель Выходит со своими ключами И обслуживает нас Так как Дух Святой Ему помогает Что хотите То и делайте Но это От Духа Святого Галерую Служения Служения различны Потому что иногда До некоторых узлов В машине Ты не доберешься Ничем И есть специальные Инструменты Вот такие Туда по прямой Не доберешься Будь благословен Брат Это уже не работает А вот такая Вот закручена Какая-то Штуковина И добирается И говоришь А что это Добрались Друзья Слава Богу Вот за таких Вот разных Инструменты За таких Разных служителей Аллилуйя Аллилуйя Столько впечатлений Мне кажется До следующей конференции Как раз хватит Пережевывать все это И где-то это все Будет работать Пока поймем Что произошло На июльской конференции Пора на ноябрьскую Разве не так, да? Я думаю Как раз И год прошел Мне так нравится Служение Пастора Мацова Вы знаете Здесь Такое приземленное Евангелие Такое практичное Такое конкретное И ни налево Не уклонишься И ни направо Иди домой И служи там Вот и все Служи жене Служи детям Служи теще Служи своему дому Вы видите Что это полный спектр Конференции Когда абсолютно Все сферы нашей жизни Дух Святой Касается И мы Действительно Являемся Служителями Полного Евангелия Я в семье Главное Главное чтобы молились А часто Не слышат Даже в самой Ярой Харизматической Церкви Вера И они Взмолились И сказали Господь Дай нам Мальчика Дай нам Мальчика Если ты Дай нам Мальчика Мы его Посвятим тебе На служение АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И 44 года назад Мартовской Ночью Бог ответил Моим родителям И родился Мальчик После Четырех Девочек АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я так рад Что Я Счастливчик В том Смысле Что Меня еще Не было На земле А А А О моей Жизни Уже Совершались Молитвы Не всякому Так везет Я понимаю Что Тот успех Который Сегодня Я имею И то Что еще Я увижу В своей жизни Это Плод Веры Моих родителей Их нету На земле Сейчас Они все Сейчас у Господа Маму я потерял В 11 А Отца Потерял Отца Проводил В последний Путь Несколько лет Тому Назад И они Тоже Сейчас На небесах Встретились И мне Кажется Тоже Говорят Ты Смотри Молились А мальчики Смотри Уже Не мальчик Смотри Мальчик Служит Господу Они Радуются За этого Мальчика Когда Рождались Наши дети Для меня Это было Всегда Свято Каждая Беременность Моей Жены Для нас Была Такой Таким Святым Моментом Я вспоминаю Какие Благословения Я имею Благодаря Молитвам Моих Родителей И мы Рождали Молились Когда они Были еще Во чреве Господь Положи От чрева Матери Свою печать Благословения Чтобы Я и Дома Мы могли Служить Господу Я так Рад Что Сегодня Мы Все Вместе Что Мои Девочки Они Тоже Даны Господа И они Служат Господу Они Знают Господа Они Все Рождены Свыше Крещены Духом Святым Сто Процентов Уверенности Ни Одна Из Них Не Станет Наркоманкой Сто Процентов Все Они Станут Служителями Божьими Спасибо Пастор Мацу Что Дух Святой Сегодня На такие Клавиши Нажимал Очень Серьезные Важные Пусть Все Наши Дети Будут Желанные Братья Сестры Пусть Каждый Ребенок Будет Желанным Ребенком А это Значит Благословенным Наши Семьи Будут Потрясающим Божьим Плацдармом Для Пробуждения Амин Сильная Семья Сильная Церковь Слабая Семья Слабая Церковь Нет Семьи Нет Церкви Вы Чувствуете Каждое Служение Оно и Носит Свой Неповторимый Уникальный Оттенок Помазания Это Все Что Нам Необходимо Итак Друзья По всей В духе Чувствую Что Карл Густав Уже Сошел С трапа Самолета И Он Где То Где то Уже Приближается Мы Его Так Любим Я Сегодня Встал Думаю Я Ощутил Что Я Уже Скучаю Мы Все Скучаем Он Где то Уже Сотни Три Последних Заключительных Служений Провел По России Может Это Будет Очередное Но я Думаю Что У нас Своей Индии Хватает Здесь Так Что Он Здесь Еще Послужит Нам Наверное Наша Любовь Его Не Отпускает Мы Его Очень Любим И Где то Через 50 Минут Мы Снова Возвратимся Сюда И Нам Будет Служить Карл Густав Северин Добро Пожаловать КОНЕЦ